Золото, серебро, свинец, цинк, медь и каменный уголь. Добыча этих полезных ископаемых велась в Магаданской области в этом году. Что касается самого главного металла Колымы, в первом квартале наблюдается положительная динамика его извлечения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За три месяца 2024 года добыто 7,6 тонн золота, что на 80-70 килограмм больше аналогичного периода прошлого года. Увеличение уровня добычи, отмечено у следующих предприятий. У акционерного общества золотой компания «Павлик» за счет ввода плюс 811 килограмм за счет ввода в эксплуатацию, в вторую очередь ЗИФ на базе месторождения «Павлик». Потом уродник «ТВ-ТДЖАК» показал прирост добычи плюс 312,9 килограмм. Полис Магадан 95,7 килограмм. Сумма золота, небольшой рост на рыбных объектах Витеринской, Москва. И плюс Амановский «ЗРК» ввела в эксплуатацию месторождения «Верникан». Там порядка 223 килограммов тоже рост. Плановый объем по золоту на этот год составляет 59 тонн. За первый квартал уже добыто более 7,5. Несмотря на движущийся процесс, он проходит с некоторыми трудностями, которые приходится преодолевать. Первая проблема, она довольно-таки важная и актуальна для гольного облачного отрасли. Это потребность квалифицированных специалистов. Сейчас некоторые организации вынуждены снижать уровень производства за счет того, что нет специалистов и нет полного набора штатов для полного процесса добычи драгметаллов. Сокращение порядка 30, ну, доходит до 30%, по крайней мере, от уровня добычи прошлых лет. Следующая проблема – это все-таки есть дефицит материально-технических ценностей при отсутствии аналогов импортозамещений и комплектующих. Ну, где-то порядка 20%. Эту тему прокомментировал губернатор Магаданской области Сергей Носов. Потерять, значит, фактически 30% добычи, ну, хорошо, там, значит, 300 тонн от факта – это много, значит, сопоставимые 20%, не 30%, 20%. Потерять – это талант нужен. Значит, таких чудес не бывает. И с удорожанием УАЗиков, я не знаю, где используют УАЗики наши золотодобывающие компании, сказать сложно, и даже КАМАЗов. Вы знаете, я знаю компании, уважаемые компании, которые рассказывают и говорят о том, что вот не смогли набрать или неквалифицированный персонал, персоналом заниматься надо, чтобы он был квалифицирован. И сегодня, сегодня, значит, компании будут иметь издержки, будут, наверное, иметь издержки, значит, от той политики, которую они до этого проводили. Но при этом эти же компании, которые говорят на персонал, там техники стоит в запасе из раздела КАМАЦУ. Хватит на всю Магаданскую область года на три работы. Поэтому говорить о запасах или о чем-то катастрофическом не приходится. Глава региона продолжил тему, отметив, что контролировать горнодобывающую отрасль нужно тщательнее. Для этого будет создан специальный штаб, работа которого уже практикуется в других регионах. С присутствием силового блока, федеральных структур, рост природнодзора, рост реестра, как раз покажем, значит, ситуацию, значит, то, что получается, кто должен контролировать. Региональных структур, значит, всех, значит, в том числе обеспечивающих выполнение поставленной задачи. Настроение, вроде ли, желание наводить порядок есть. На создание штаба по добыче драгоценных металлов губернатор дал две недели.